13 октября, 2024 год, воскресенье, в Вячеславовском Соске на Большем канале. Все больше таких серьезных людей, крупных, мыслящих, стратегов и структур разных говорят, что, в принципе, вот этот субъект, который сегодня захватил власть в Украине, Зеленский, что он может, в принципе, развязать Третью мировую войну. И что у него весь этот его настрой, весь его как бы нацеленность, его вот эта такая истеричность, пассионарность, они как бы соответствуют вот таким каким-то элементам, такого, знаете, абсолютно утратившего ощущение не просто реальности, а вообще ощущение, ну, как бы безнаказанности, то есть у него полностью им завладело чувство безнаказанности, ощущение ответственности абсолютно утрачено. Ну и самое важное, что просто невероятно утрачено чувство страха, инстинкт самосохранения, ну, если не за себя, так каких-то там, может, других людей, близких, то есть абсолютное такое впечатление, что Зеленский считает, что, ну, с ним вообще ничего случиться не может, и он вообще может вытворять что угодно. И я еще раз говорил, что когда мы слушаем уже это понятно, его слова, вот помните, он говорил, что облав не будет, ну, все остальное можно говорить, все, что он солгал, но я объяснял, что это не ложь, это разные роли. И вот здесь есть самое опасное, того, с чем мы еще не встречались, но я, по крайней мере, так точно, что это субъект, у которого, я уже объяснял вам, у него нет его стержня, нет его личности, а есть просто набор каких-то ролевых паттернов, вот таких паттернов, да, паттернов, ролевых паттернов. То есть он не имеет своего смысла бытия, он имеет просто определенный набор, ну, как карусель крутится, да, он то на одной там лошадке крутится, то на тигре, то на баране, то там на курице, то в машинку сядет, то там в танк поместится, то на ракетную установку. То есть это чисто ролевой, ролевой, ролевой субъект, ну, существо ролевое. И он чрезвычайно опасен. И это уже, ну, как бы, понимают определенные люди, да. Но вот последнее заявление, сегодня у нас 13-е, ну, получается, это было, по-нашему, 12-го. Это то, что в Калифорнии проводил Трамп очередное свое выступление, митинг. И, конечно, его заявление, то, что он заявил там в Калифорнии, на этом митинге, он сказал так. Я беспокоюсь насчет следующих 3-4 месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве. Ну, он про американское этого говорил, Байдена, и в данном случае Харрис. И он повторил, что если он будет президентом, то он сможет урегулировать этот конфликт и на Украине, и прекратить хаос на Ближнем Востоке. Это очень серьезное заявление, то, что он сделал. По сути, он заявляет, что Байден и Харрис Камала могут привести мир в состояние Третьей мировой войны. Они не контролируют уже, по сути, Зеленского, и они не контролируют ситуацию с этими королевскими домами в Европе. То есть, фактически, ситуация может в любой момент выйти из-под контроля. Почему? Ну, вот, давайте рассмотрим это. Итак, последнее заявление. Польша, министр Сикорский, потом эти другие, там эти и это Туск, и других там представителей польской власти, они заявили, что будет создана база противоракетной обороны Соединенными Штатами Америки на их территории. Вот. В 165 километрах, вроде как, от Калининграда. И что там будут размещены соответствующие американские ракеты, ну, соответственно, их операторы и так далее. Такая же база, по-моему, или есть, или создается в Румынии. В Румынии уже размещены ракеты. Да и в Польше тоже. То есть, по сути, что происходит? Плюс Финляндия вошла, она расположит тоже штаб северной группировки НАТО. Она возле, прямо там, чуть ли не возле Санкт-Петербурга. Там граница идет. Плюс Швеция, которая этим штабом будет управлять. Они члены НАТО стали. И, ну, Норвегия. То есть, по сути, все Балтийское море теперь захвачено НАТО. Ну, это вообще беспрецедентно. Правильно? А я вам делал видео, посмотрите, где выступает там 90-й год. Геншер и Бейкер. Геншер был министром иностранных дел ФРГ, еще до объединения. А Бейкер был госсекретарем Соединенных Штатов Америки. И они там просто жестко, ну, правда, на немецком языке, но все равно понять можно, выступают, что не будет расширения НАТО, если произойдет объединение ФРГ-ГДР, никакого расширения НАТО вообще не будет, а тем более вообще речи о Восточной Европе не может идти. Ну, и получается, что они обманули, ну, просто кинули. Ну, по Советский Союз то такое дело, Горбачева, там Ельцин, Ельцин вообще, как говорится, не просыхал. Но, как бы там ни случилось, но сегодня правоприемником по международному законодательству является Российская Федерация во главе с Путиным. Тут уже, как бы, это произошло. И Запад сам признал это, что Российская Федерация правоприемник СССР, он же мог не признавать, он мог сказать, что, например, совокупность четырех страны это правоприемник СССР, ну, или трех, вернее, Российская Федерация, Украина и Белоруссия. Можно было так сказать. Те, которые подписали Беловежское соглашение. Это было бы справедливо так сделать. Ну, Запад такой на радостях-то, да, что он все отдал Российской Федерации, говорит, вы правоприемники. А раз они правоприемники, то тогда НАТО не может расширяться, потому что Российская Федерация выступает против этого. Но они расширились. И они заявили теперь, что не только эти все страны вошли в бывшие соцсистемы, Варшавского договора, Советы экономической взаимопомощи, но и три советских социалистических республики, члены Советского Союза. Это Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония. То есть, а тут еще и Финляндия, и Швеция. То есть, это было вообще категорически неприемлемо, что эти вообще страны могут стать членами НАТО. Теперь Путин говорит, так это же все было нарушено статус-кво. Теперь выходите еще, чтобы Украина и Молдова вошли, и Грузия в НАТО. То есть, ну это уже полный беспредел. И вот здесь наступает колоссальный момент истины. Понятно, ну как бы, Путин мог бы, я объяснял, как это можно делать, это Эстония самое слабое звено. Ну хорошо, предположим, Путин очень осторожный человек. Они там посчитали все с Белоусерной, этих своих системах, стратегических, искусственный интеллект и так далее. Ну что это опасно? Нет проблем. Что тогда не опасно? Не опасно? Ну, например, раз Польша и Румыния открывают такие базы американские, то логично сделать то, что делал Хрущев. Когда в Турции открыли базу американцы, нацеленную на Советский Союз ракетный, открыть такие же базы с российскими ракетами на Кубе, опять-таки, и в Никарагу. Могут они такое сделать? А почему нет? Абсолютно могут. Могут в Венесуэле поставить такую базу? Да, в Боливии, в Венесуэле могут сто процентов поставить, без проблем. Там боливарские социалисты, союзники Путина. То есть, например, четыре базы они такие могут поставить. Ну, та, что будет на Кубе стоять, то вообще там, блин, и лететь не надо, там и урагана не надо будет, пару ракет во Флориду, и в этот гнездо Трампа, Марлах, и все, и там недалеко, и до этого, Байденской резиденции, и так далее. Имеет право, мы сейчас, то есть, я не являюсь сторонником этого процесса, не надо мне, как сразу, ничего приписывать. Мы с вами в рамках революционных войн, теории, практики, в рамках стратегического управления обсуждаем данные модели, сценарии. Вот, может он это сделать? Да, конечно может. Почему нет? Абсолютно может. Если может стоять в Польше, в Румынии, то почему, если в Германии хотят ракеты американские поставить, то почему он не может поставить возле США? Полное право имеет. А, например, может, например, Путин поддержать сейчас смелее Аргентину в борьбе за Фокленд, эти острова? Может? Сейчас Аргентина заявила, что это их острова. Ну, теоретически. Может сказать, да, мы сейчас будем им помогать в этом. И осуществить высадку, поддержать аргентинские боевые контингенты, которые высадятся на Фокленды. Как думаете? Может такое быть? А почему нет? Запад же это все делает, а почему тогда не может Россия сделать? Правда, может? Сейчас они подпишут договор о стратегическом партнерстве в сотрудничестве с Ираном. И тогда, когда подписан такой договор, может Российская Федерация нанести гиперзвуковыми ударами, ракетами удар по Израилю? Правильно? Ну, не по Иерусалиму, а по Тель-Авиву. Может сделать такое? А что не может? Конечно, может. Почему не может? Может. А смогут они, вот тогда и узнаем, купол выдержит израильский этот удар или нет? То есть, это фактически ответ на действия Запада. Ну, Израиль это часть Запада, правильно? То есть, они все сейчас говорят, и этот их министр говорит, что они защищают цивилизацию и так далее. Ну, Путин скажет, ну, вы такую цивилизацию защищаете, а Иран наш союзник, мы с ним, у нас есть договор о взаимном сотрудничестве, стратегическом, военном, мы его поддерживаем, мы другую цивилизацию защищаем. Возможно это? Я думаю, да. Почему невозможно? Дальше смотрите, какая разворачивается композиция. Треть, почему Трамп правильно говорит об этом. Смотрите, уже понятно, что у Путина не хватает сил выбить украинские штурмовые подразделения с Курской области. Ну, объективно не хватает. То есть, 50 тысяч, вот это Сирский заявил их там, ну и что? Украинцев там приблизительно столько же. Ну, пусть даже 30 тысяч украинцев выбить уже закрепившиеся подразделения наступать. Надо иметь 200-тысячную группировку, чтобы выбить, ну, пусть даже так, хотя бы 120 тысяч, 150 тысяч надо иметь группировку, чтобы попытаться выбить украинцев. Но там выбить их не выбишь особенно. Потому что там они как перетекают, там нет линии фронта как таковой. то есть, а где Путину взять 30-150 тысяч еще на курском направлении? То есть, у него там абсолютный получается тупик. Ну, тогда что Путин может сделать? Он может просто сказать Ким Чен Ин, у нас с тобой же договор есть о взаимной помощи, военной в том числе, да? Ну, давай тогда я даю эти вагоны, поезда, тоже есть такие вагоны. И давай, сколько ты мне можешь дать? Там 1100 можешь дать 150 тысяч этих своих корейцев? Ну, Ким Чен Ин скажет, да хоть 200. И вот эти люди все запускаются туда в Курскую область, севернокорейцы. Им говорят, что хотите там делайте, ваша задача уничтожить украинские штурмовые группы и идите туда в Украину, берите там, что вам захочется. Ну, это фактически вот это Харьковская область, Сумская область. Может такое быть, а чем не может? Теперь все может быть. Но это Третья мировая война, правда? И иранская база Третья мировая война, и Кубинская, и Никарагуанская, Венесуэльская база, Боливийская база, это Третья мировая война. Да, конечно, Третья мировая война. Это то, о чем говорит Трамп. Кто втягивает в эту войну? Зеленский. Зеленский реально провоцирует начало Третьей мировой войны своими действиями, потому что уже придется в войну вступать Соединенным Штатам Америки и Европе. И Европе. То есть, мы подходим, ну, Сербия выпала, она не хочет в этом всем процессе участвовать, то есть, фактически, у Путина, но у него есть вариант один. Он может поддержать, ну, то, что я вам сказал, это может поддержать Аргентину, Фолклэнды, и он может поддержать, ну, Северная Корея, Иран, само собой, вот, и, как ни странно, он может поддержать Курсику, то есть, на Курсике есть реальное сопротивление этим, как они называются, французскому правительству. Может, этот Путин начать их накачивать оружием и прочим, чтобы они объявили о том, что они выходят из состава Франции, а почему нет? А почему нет? Ну, и в этой связи он может уже ему некуда отступать, он может поддержать сейчас вторжение Белоруссии в Латвию. Литвы тяжеловато, им будет, это Латвию, чем не зайти? По-моему, у них там есть граница общая. Но могут они и в Литву зайти, и Путин дать им, может, соответствующую поддержку. Как-никак, ну, Литвы сколько там? Ну, реально там находится на территории меньше трех миллионов, а у этого где-то миллиона восемь-девять. То есть, в принципе, поддержка еще тысяч сорок, может же, Путин ему выделить, да, из Калининграда пойдут, тоже по Сувалковскому коридору. Вот, он может это поддержать, и тогда, конечно, ситуация колоссально обострится, колоссально. То есть, практически, мы можем констатировать вывод, что Трамп прав, абсолютно прав, с точки зрения того, что Байден и вот это, ну, Камала, Камала, конечно, вообще, это ударная просто кандидатка. Она совершенно вообще, конечно, там, с этим IQ надо разбираться серьезнейшим образом. Вот, ну, уже 10% в пользу Трампа на вот это полимаркет, там, где ставки делают, в пользу Трампа его рейтинг выше Камалы уже на 10%. Но вы понимаете, что люди же просто так деньги не ставят. Они же понимают риски, да? Это более, это самое точное по сравнению со всеми там заказными этими передернутыми, фальсифицированными опросами социологического мнения. Вот такой бы я вам сделал небольшой анализ сейчас. То есть, Трамп серьезнейшим образом предупреждает о том, что Зеленский может своим поведением, своими действиями эскалировать ситуацию, в результате которой просто начнется Третья мировая война. И она захватит именно ведущие страны. А Зеленский он себе спрячется в свою зеленую ракушку и будет сам себе тихонечко, как говорится, что-нибудь жевать там или нюхать, или глотать. Как думаете, а? Как? Василий Мцовскин на большем канале. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok